Слава Богу, братья и сестры! Еще раз мы в Доме молитвы с вами по милости Божией. Сегодня перед нами эти видимые символы нашего с вами спасения. Сегодня мы будем вспоминать и рассуждать на эту тему. И мне хочется начать это рассуждение с места, записанного в Евангелии Луки, 22 глава, 19 и 20 стихи. И здесь написано о последней вечере Господа нашего Иисуса Христа. Прошло всего несколько дней после Его торжественного въезда в Иерусалим. Он продолжал проповедовать все это время, но в эти вот дни особенно обострилась ситуация, это потому что книжники и фарисеи желали взять Его и убить. И они искали причину. Они не смогли это сделать во время торжественного въезда в Иерусалим, хотя тоже собирались, мы читали с вами, после того, когда Он был в Доме Лазаря и воскресил Лазаря. И, конечно же, они не оставили эту идею и сейчас. И особенно в эти дни они думали над этим, как это сделать. И мы знаем историю Иуды, который решил таким образом повернуть дело. Мотивы Иуды, конечно же, предположительно, мы только можем догадываться, какие у него были мотивы. И Иисус очень хотел, написано, сказал ученикам, «Я очень хотел еще раз есть с вами Пасху перед моей смертью». И Он дает повеление Петру и Иоанну, и они идут и находят место по слову Иисуса Христа, готовят Пасху, они собираются все вместе, вкушают Пасху, так, как это было принято у народа Божьего. И во время этой вечери Иисус Христос взял хлеб, написано в 19 стих, и взяв хлеб и, благодарив, преломил и подал им, говоря, «Это тело мое, которое за вас предается, это творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, говоря, «Это чаша – новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Это место, которое обычно читается во время хлебопреломления или Причастия, или Вечерей Господней, Евхаристии. Много названий есть у этого действа, которое мы сегодня будем тоже с вами совершать. Оно в Библии называется разными названиями, но это постановление Господнее на все времена, доколе мы с вами будем на земле. У нас есть в Новом Завете два постановления. Одно – постановление о крещении, и второе постановление – постановление о хлебопреломлении. Сегодня мы будем рассуждать с вами именно об этом постановлении Господа Иисуса Христа, о хлебопреломлении, потому что мы сегодня готовимся, наверное, уже некоторое время, каждый по-разному, но мы проверяли свое сердце, мы смотрели так, чтобы были такие условия, когда мы будем достойно принимать участие в этом. И это очень важно для нас – помнить об этих событиях. Мы с вами прочитали, что «Сие творите в мое воспоминание». Зачем человеку помнить это? Зачем нам с вами помнить то, что произошло много-много столетий назад, чтобы не утратить возможность быть со Христом самому и иметь силу проповедовать другим путь спасения? Вы знаете, самый легкий способ к тому, чтобы любое общество деградировало – это стереть его историю, чтобы люди не помнили своей истории, чтобы люди не помнили своего родословия. И сегодня мир, конечно, мы наблюдаем, какая идет в мире борьба за исторические разного рода события. Каждый старается их трактовать себе в угоду, конечно же, желая достичь своей цели. И мы сегодня прочитали «Сие творите в мое воспоминание», чтобы не утратить эту возможность, чтобы не забыть нам всего того, что происходило в то далекое время. Человек, он, как ни странно, во многом, если не во всем, зависит от своей памяти. Это человеческие воспоминания, из которых складывается некий опыт, как плотской, так и духовный. Это, посмотрите, вот на родившегося ребенка. Он вроде бы рожден. Мы видим плоть, мы видим в нем душу живую. Это, образно говоря, видим. В нем присутствует душа, в нем присутствует дух. Но он еще пустой. Память у него пуста. И как маленький человек взрослеет, его сердце накапливается. Благодаря всякого рода событиям, людям, которые его окружают, у него накапливается какой-то опыт. Он получает определенную информацию, которая формирует его как личность. И уже в почтенном возрасте, когда его сердце наполнено многочисленными, хорошими, либо плохими переживаниями, моментами из жизни, то его уже трудно чем-то удивить. Он уже много испытал, много познал в жизни. Молодого человека проще удивить, когда он еще только познает жизнь. Но если в жизни такого наученного жизнью человека случается, что он теряет память, случается такое в жизни. И этому есть определенные и медицинские термины. Он мгновенно превращается в человека беззащитного. Ничего в жизни не понимающего. Он превращается снова в младенца. За ним нужен уход. У него больше нет прошлого, нет личного опыта, нет семьи. Он не узнает близких и родных людей. Он снова беззащитен перед жизнью. И он, так же, как и любой ребенок, нуждается в опеке. Поэтому Господь и утверждает эту заповедь в жизни верующих людей, которую нам с вами необходимо творить в Его воспоминании. чтобы не забывать, что не забывать, то, что благодаря жертве Иисуса Христа мы находимся под защитой Его исцеляющей и спасающей крови, чтобы нам не оказаться на обочине спасения, вне врат. И мне хочется вернуться коротко во времена Ветхого Завета, чтобы мы могли сравнить, что представляла Пасха тогда и в чем ее суть и смысл сегодня. У евреев также была Пасха. И так же ее установил Бог для них. И так же, чтобы они творили это во все дни. И это постановление касалось их ветхозаветной Пасхи, когда Господь после длительного пленения посредством многих чудесных действий вывел их из рабства. Им необходимо было помнить это, празднуя Пасху, где одним из элементов был пасхальный ужин, в котором каждый момент этой трапезы о чем-то напоминал человеку. И они должны были делать это до прихода Мессии. Поэтому евреи и сегодня празднуют Старозаветную Пасху, так как и сегодня они не остановились в ожидании Мессии. А мы с вами, братья, дорогие и сестры, поверившие, во Иисуса Христа, пришедшего к нам в мир в образе младенца, больше ее не отмечаем. Для нас ее условия уже изменились. Вы знаете, Новый Завет был заключен уже с учетом этого, с учетом новых реалий. потому что Старозаветную Пасху отмечал народ Божий, а здесь появились условия для того, что спасенными народами будет не только тот избранный народ, но и все народы земли, которые поверят. Условия изменились. И Господь Иисус Христос заключает этот Новый Завет уже в новых условиях. Но в любом случае нам важно с вами знать о ее истоках и ее значении, чтобы лучше понимать план Бога относительно и нашего с вами спасения. Вспомните, как Моисей и сколько раз приходил к фараону с просьбой отпустить народ. И было много казней, было много чудес, чудесных действий разного рода, но фараон был непреклонен. Фараон был непреклонен. И тогда Бог говорит Моисею, Моисей, я заставлю фараона отпустить народ Мой. Я знаю, как это сделать. Я пошлю ангела смерти, который пройдет по всей земле египетской. И всякий новорожденный, от скота до человека погибнет. Всякий первенец погибнет. Но для того, чтобы смерть не коснулась вас, я хочу сказать, что вам надо сделать. нужно будет заколоть Агнса и его кровью помазать косяки дверей. Это будет знаком для ангела-губителя. Когда он будет идти, он увидит кровь и пройдет мимо. Там, где на косяках дверей ангел будет видеть кровь, он пройдет мимо. Там никто не погибнет. Там будет мир. Возможно, египтяне, братья и сестры, но это наши догадки уже. Возможно, они видели, как евреи делали это странное для них действие. Возможно, и узнавали, спрашивали, для чего вы это делаете. И, возможно, они к этому относились как-то с юмором, потому что это выглядело неубедительно. Но если вспомнить историю, то сноя тоже смеялись, приходили и смотрели как на зрелище. И это не ново в обществе людей. Я думаю, что и среди народа Божьего возможно, это только предположения, были те, которые думали, что для Бога не важны такие мелочи, как знак для ангела. Не такой уже Бог бессильный, чтобы не определить, где его народ, а где не его народ. Зачем этот знак? Разве он не Бог, который без всяких знаков знает, где живут евреи? Возможно, были и такие. И вы знаете, это актуальным остается и сегодня. Мы сегодня тоже можем слышать о необязательности таких вот незначительных вещей, постановлений Божьих, записанных уже для новозаветних верующих. И рассуждают люди, даже выходящие за кафедру, что Бог на такие мелочи не будет обращать внимания, когда Он смотрит на сердце человека. А тогда Он не смотрел на сердце человека. А тогда Он не смотрел на веру евреев. Смотрел так же, как и сегодня смотрит. Вспомним историю с Нейманом. Пойди окунись определенное количество раз в речке. Так что реки у нас на родине в Сирии хуже, чем это? А чего я должен? А это знак. Это знак твоего, во-первых, послушания Богу. И не соблюдя этот знак, Нейман так и уехал бы домой со своей проказой. О некоторых знаках, написанных в Новом Завете и для нас. Но тоже, братья, ухитряются иногда сказать, что это касается какой-то определенной церкви. И нас по всему миру христиан это не касается. А там в Библии написано это знак для ангелов. Я не знаю, кто хочет из нас верующих людей находиться в группе риска. Это его воля. Я знаю только точно, что если бы евреи не помазали косяки дверей, там была бы смерть. И там, где не было крови, там был суд. А где было послушание Слову Господнему, где была кровь, ангел проходил мимо. Там в Египте за каждой дверью, мимо которой прошел ангел-губитель, был агнец, которого с определенными правилами и горькими травами, которые символизировали многие скорби, связанные с тем, когда народ израильский выходил из Египта в землю обетованную, ела каждая семья. И это нужно было сделать до утра. и определенные правила были, как это сделать, если что-то остается, с кем разделить эту трапезу. Господь не есть Господь беспорядка. Господь не есть Господь пустослов. Если Он что-то посчитал необходимым записать на страницах Библии, то это важно. И за это Он спросит. Они ели этого Агнса и, возможно, слышали крики, вопли в тех домах, в которых это не было сделано, но они ничем не могли им помочь. Возможно, они сочувствовали им, плакали вместе с ними, потому что наверняка обзавелись множеством знакомых и связей, друзей, и приятелей. Но они ничем не могли помочь. Бог в ту ночь показал, какой ценой было оплачено их освобождение. И Он повелел им отмечать праздник Пасхи до прихода Мессии. И это время наступило, когда в образе младенца в мир пришел Иисус Христос. И Он стал нашим пасхальным акцем с вами. Слава Ему за это. И теперь уже Его кровь, братья и сестры, покрывает, образно говоря, косяки нашего сердца с вами. Мы с вами сегодня под кровью Иисуса Христа, и нам больше нет необходимости устраивать ветхозаветную Пасху. И так же нет необходимости ее устраивать и евреям, которые приняли Иисуса Христа. Эта необходимость исчезла. Сегодняшняя новозаветная церковь уже взирает на крест Голгофы. Это нечто другое, друзья мои. Иисус дал новое постановление, где ветхозаветная Пасха заменяется причастием. В Новом Завете для нас записано ясное учение о причастии. Причастие заменило ветхозаветную Пасху для уверующих, для тех, кто поверил, что Иисус Христос Мессия. Пасха никуда не делась, но с заменой условий спасения она преобразилась. Она изменилась. В ней нет больше агнса с горькими травами, но есть хлеб и вино. И апостол Павел в первом послании Коринфянам в 11 главе я хочу прочитать три стиха записал для новозаветней церкви каким образом должна проходить вечеря Господня. И он здесь пишет такие слова «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и преломил, преломив, возблагодарив, преломил и сказал «Примите, ешьте это тело мое за вас ломимое, это совершайте в мое воспоминание». Так же и чашу после вечерей и сказал «Это чаша новый завет в моей крови, это совершайте, когда только будете пить в мое воспоминание». «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». И теперь нам это надо делать с вами до пришествия Господа Иисуса Христа. И когда преломляется хлеб, нам важно понимать смысл этого. Когда преломляется хлеб, это говорит о том, как тяжко страдал Господь Иисус Христос за нас на кресте Голгофы. И когда мы этот хлеб едим, мы становимся причастны с вами к тем событиям. Все, это символично, конечно. Хлеб, он и остается хлебом в момент принятия. Некоторые утверждают по-другому, некоторые течения. Но хлеб остается хлебом. И вино остается вином. Нет никакого превращения и таинства в этом. Таинство в вечере Господней совершенно в других вещах. Таинство здесь заключается в отношении Бога к этому действу, когда мы с вами вкушаем хлеб и принимаем чашу. Глядя на каждое сердце, Он взвешивает его. И одно находит легким, а второе находит достойным. И описаны в этой одиннадцатой главе последствия, если человек недостойно принимает участие. Если бы это не было таинством, если при этом не присутствовал бы сам Господь и не смотрел на каждое сердце, то не было бы последствий. Это так и осталось бы символично. Но как евреи посредством крови становились спасенными или спасаемыми, точно так же и мы с вами посредством этих символов становимся причастными к спасению, если участвуем достойно. Мы верой вкушаем Божьи обетования, спасение, исцеление, укрепление, водительство и так далее. Все то, за что было заплачено на Голгофе. И когда мы держим в руках чашу с вином, мы благодарим Бога, что благодаря Его крови мы избегаем участи оказаться погибшими, что мы выкуплены этой кровью. И нам больше с вами ничего не угрожает. Он выкупил нас из рук смерти и теперь мы Божьи. И как же приятно дитю Божьему осознавать это. И нам с вами остается только каждому заглянуть в свое сердце. Испытывайте себя написано. Чтобы когда наша рука будет брать хлеб и мы будем брать чашу, чтобы мы знали, что мы исследуя себя нашли то, что мы принимаем участие достойно. И нет ничего, что нас удерживало бы от этого. Слава нашему Господу, что Он дает нам эту возможность еще будучи живыми, будучи на земле и будучи в церкви или в доме молитвы. Слава Ему за это. Аминь. 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 Аминь.